Всем привет! В эфире Универньюз и у нас только самые хорошие новости. О главных событиях Казанского университета к этому часу расскажу вам я, Олег Скиданов. Поехали! Казанский федеральный университет трансформируется в региональный центр инноваций. КФУ вновь взлетает в рейтингах университетов. Как новый центр инновационного развития повлияет на медицину университета? В Министерстве экономики Республики Татарстан было заслушано выступление Казанского федерального университета. Оно касается работы КФУ в рамках федерального приоритетного проекта «ВУЗы» как центры пространства инноваций. Для чего создается университетский центр технологического, инновационного и социального развития? Будет ли одобрен план мероприятий? Ты узнаешь в сюжете Артема Тупичкина. 24 ноября КФУ презентовал проект по созданию регионального центра инноваций. Правительством РФ разработан федеральный приоритетный проект «ВУЗы» как центры пространства инноваций. Университеты должны трансформироваться в некие центры создания инноваций по обеспечению и решению задач социально-экономического развития Республики Татарстан, созданию новых точек роста и компетенций в сфере образовательной деятельности в области инноваций, исследовательских и технологических разработок. Ну и обеспечить, конечно же, вовлечение студентов в этот процесс, в том числе и на ранней стадии реализации, развития технологического и социального предпринимательства. ВУЗы не только готовят специалистов для различных научных центров и предприятий, но и самостоятельно разрабатывают технологии и совершают научные открытия. Идея проекта «ВУЗы как центры пространства создания инноваций» – это проект, он и есть часть вот этой идеи, то есть создание малых предприятий, большого количества малых предприятий в России именно на базе ВУЗа. Потому что молодежь, которая получает компетенции, знания, она как раз из ВУЗа выходит. Вот в это время нам нужно вот этих людей собрать и создать предприятия, чтобы они были новейшие такие научные открытия, достижения, технологии, медали в реальную экономику. Поэтому в Казанском федеральном университете планируется создать региональный университетский центр инноваций по трем направлениям – в области инновационного, технологического и социального развития. Работа по всем направлениям будет вестись в комплексе, так как они взаимосвязаны. «Идея их такая, в общем, чтобы создание, во-первых, вообще внедрение тех научных открытий и научных достижений, которые в университете достигаются. Ну, кроме того, собираются не только университеты, но и со всего мира как бы собираются, да, концентрируются эти технологии, компетенции. Потом, значит, передаются вот новые предприятия. Это точка, где самые новые технологии внедряются вот предприятия, малые, большие, там, крупные предприятия во всем этом регионе». Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Денис Нургалиев представил проект университетского центра технологического развития региона в области нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. Модель университетского центра социального развития региона в области инноваций и предпринимательства представил депутат Госсовета Татарстана Андрей Артемьев. «На базе университета проводится подготовка специалистов будущих кадров для сферы государственного муниципального управления. Поэтому это тот ресурс, который может быть использован для именно анализа, именно оценки социальной сферы, оценки, оценки, анализа, мониторинга региональных программ социальной направленности». После выступлений заместитель министра экономики Республики Татарстан Булат Хази Ахметов предложил одобрить план мероприятий и достигнутые результаты за 2017 год по трансформации КФУ в университетский центр технологического и социального развития региона. Следующий этап – очная защита проекта в Министерстве образования и науки России. По ее результатам будет принято решение о присвоении статуса университетского центра. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Казанский федеральный университет вновь улучшил свои позиции. Он взлетел на 15 строчек в рейтинге QS по странам БРИКС. С чем это связано, узнаешь в следующем сюжете. Казанский федеральный университет значительно улучшил свои позиции в рейтинге лучших университетов мира БРИКС 2018 года по версии британской компании QS. БРИКС включает в себя группу из пяти стран – Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южноафриканскую республику. В общем зачете среди стран БРИКС Казанский федеральный университет поднялся сразу на 15 пунктов – 74 на 59 место. Среди российских вузов КФУ сохранил 12-ю строчку рейтинга. Для составления рейтинга была проведена оценка эффективности вузов в пяти быстро развивающихся стран. Здесь учитывалась академическая репутация, репутация среди работодателей, индекс цитируемости доли научных статей на преподавателя и другое. Рост рейтинговой позиции КФУ обусловлен положительной динамикой ряда индикаторов. По индикатору академической репутации КФУ поднялся на 7 позиций и занимает 52 место. По индикатору репутацию работодателя на 4 позиции и занимает 97 место. Анна Глазунова, Универньюс. 23 ноября в Минздраве РТ презентовали новый центр инновационного развития Республики Татарстан в области трансляционной медицины на базе КФУ. В рамках реализации проекта Минобороднауки России вузы как центр пространства создания инноваций. Основной целью трансформации КФУ в такой центр является необходимость реализации ключевых инициатив стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года. Проект представил проректор по биомедицинскому направлению, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов. О том, как это было, смотри в следующем сюжете. Презентация проекта по созданию на базе Казанского федерального университета Центра инновационного развития Республики Татарстан в области трансляционной и персонализированной медицины прошла 23 ноября. В Министерстве здравоохранения Республики Татарстан при участии министра Аделя Вайфина и глав речей клиники Республики. В сентябре было объявлено, что все вузы могут подаваться. И вот Казанский федеральный университет, он подавался на эту программу. Программа состоит из трех группов. Вуз может претендовать, что вуз это как центр инновационного развития региона, вуз это как центр технологического развития и вуз как центр социального. Поэтому Казанский федеральный университет, он подготовил, получается, все три блока Центра инновационного развития, технологического и социального. Значит, то, что касается медицины и биомедицины, это Центр инновационного развития. Также следует помнить, что КФУ выделяет среди всех университетов Российской Федерации действующие университетские клиники с уже прикрепленным населением. Наличие клиники и исследований в области медицины делают КФУ Центром инновационного развития. Возможности, которые сейчас созданы, они как раз являются, наверное, уникальными вообще в России, поскольку мы не просто шагнули, так сказать, со временем в одно время. Мы немножко опережаем все российские стандарты. Это региональный проектный офис. Вы видите, так сказать, это связь между тремя министерствами. Региональный проектный офис это не в КФУ. Региональный проектный офис это реально, так сказать, создается при министерствах для координации этого действия. Инициатива позволит объединить ресурсы и возможности предприятия и организации республики на платформе КФУ. Основными мероприятиями проекта станут создание и активное продвижение в научно-медицинской среде новых компетенций и услуг в центрах коллективного пользования. Вступайте в эти проекты по исследованию. Дело в том, что то, что мы сейчас имеем, это действительно уникальные возможности. И возможности искусственного интеллекта позволяют сегодня провести исследование нарушений геномных достаточно быстро, за короткое время. У нас есть база, надо формировать базу наших больных уже с точки зрения геномных подходов. Надо определить инициативных молодых ученых и как можно быстрее начать эту же работу, потому что завтра выиграют те, кто начал раньше. Стоит отметить, что базовой идеей проекта является создание клиники внедрения и расширения возможностей центров КФУ в доклинических и клинических трансляционных исследованиях. Диана Шилова, Леонард Валерьяров, Универньюз. Кто сказал, что ночь – это время для сна? В Казанском федеральном университете с этим не согласны. Шестая ночь науки пройдет уже совсем скоро. А пока смотри сюжет и узнай больше. Шестая ночь науки Ночной переворот произойдет 30 ноября во втором корпусе Казанского федерального университета. Олег Ашин, Универньюз. Впереди нас ждет много ярких событий, а значит, что это еще одна хорошая новость и возможность получить еще больше заряд бодрости и энергии. Ты смотрел новости на самом лучшем студенческом телеканале России. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok